В субботу днём, едва проснувшись, я почувствовал потребность привиться повторно, как требует того регламент. Дома вакцины не осталось, я надел чьи-то шлёпки и вышел в аптеку. В подъезде столкнулся с Ивановым. Мне показалось, что он уже достаточно привит, и я попытался установить с ним социальную дистанцию. У Иванова с собой было немного вакцины домашнего производства. Он сказал, что привился ею вчера, и вакцина надёжная. Я не хотел прививаться с Ивановым, но эпидемиологическая обстановка не оставила мне выбора. Вся короткое время Иванов отошёл в сторонку, сославшись на то, что вот-вот я пойду... Вот-вот пойдут антитела, блядь! С моей точки зрения, домашняя вакцина Иванова была, мягко говоря, не Pfizer, блядь. Я пошёл к жене Иванова, они живут на первом этаже, поделиться соображениями относительно качества их вакцины. И вообще, перспектив массовой вакцинации. Жена Иванова тоже была хорошо привита. Вдвоём мы попытались прикинуть, опасен для нас индийский штамм. Неожиданно вернулся Иванов. Он был без маски и без перчаток. Я его сразу узнал. Мы тоже были без масок и перчаток. Иванов посчитал наши исследования необъективными. Завязалась драка. Жена Иванова, кричак, как дура, самоизолировалась в ванной. Иванов грубо нарушил социальную дистанцию, демонстрируя симптомы покрасения, лицевых покровов, жар, мат и излишнюю возбудимость. Так что я был вынужден воздействовать на него ампулы из-под вакцины. О чём сейчас сожалею, блядь, по башке, блядь. На основании высшей изложки прошу изменить меры пресечения, так как страдаю от побочек дефектов и остро нуждаюсь во второй очереди к качественной прививке фабричного производства. А в карантине не нуждаюсь. Совсем. Антитела прилагаю. По скрипту. Считаю разумно умеренность повальной вакцинации в период летних отпусков в вопросах выживания нашего биологического вида. Не болейте. Дата подпись ПЦР, блядь.